Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Росатом взыщет с финской компанией Fenn Voima убытки за отказ от строительства АЭС. Международный совет по разрешению споров вчера признал незаконным решение финской компании Fenn Voima о расторжении контракта на строительство АЭС Ханкивики-1, заключенного с Росатомом. Указанное решение дает правовое основание российской компании требовать от финских партнеров полного возмещения убытков. Росатом заключил контракт на строительство АЭС Ханкивики-1 с компанией Fenn Voima в 2013 году. Общая стоимость контракта составила чуть более 7 млрд евро. По условиям контракта Росатом должен был предоставить финской компании льготный кредит на строительство АЭС объемом в 5 млрд евро. Оставшиеся 2 млрд евро финская компания должна была выплатить Росатому на условиях полной предварительной оплаты. На объекте планировалось построить энергоблок по российской технологии мощностью 1,2 ягаватт. При этом к строительным работам Росатом фактически не приступил, поскольку финские власти постоянно переносили сроки выдачи разрешения на строительство под различными предлогами. В мае 2022 года финская компания Fenn Voima уведомила Росатом об одностороннем расторжении контракта, сославшись на то, что проведение российской спецоперации и введение антироссийских санкций делает невозможным поставку на территорию Финляндии необходимого российского оборудования. При этом финны предъявили иск к Росатому в международный арбитраж, требуя с российской компанией возврата 2 млрд евро уплаченного аванса. Российская компания возвращать аванс отказалась, заявив, что он был фактически израсходован. Росатом выполнил необходимый объем работ на указанную сумму, создал проект и выполнил подготовительную часть работ, подготовил строительную площадку, пригнал необходимую технику на объект и поставил соответствующее оборудование. Росатом заявил о существенном нарушении условий договора со стороны финской компании и обратился со встречным иском к ней о взыскании убытков в размере 3 млрд евро. Вчера Международный совет по разрешению споров поддержал правоту российской компании, отметив, что феновоима не имела правовых оснований для одностороннего расторжения контракта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова